здравствуйте дорогие друзья ребята сегодня поистину супер важная тема которую мы будем рассматривать это восстановление вашего организма после злоупотребления алкоголем вы можете назвать это алкоголизмом можем назвать это просто хорошим отмечанием праздников мы можем назвать это просто дурацкой привычкой которую вы пронесли сквозь годы и сейчас вы хотите очистить свой организм и мы сегодня только затронем первую часть восстановления Это ваша физиологическая составляющая и то, какие рекомендации я даю, помимо психологических восстановлений, которые также будут требовать времени и нововведений с нашей стороны. Поэтому обязательно продолжайте следить за историями в борьбе с алкоголизмом, за историями в восстановлении как физиологического тела, так и вашей психосоматической и психологической составляющей. Поехали! Эту очень важную тему попросил осветить мой замечательный друг Айрат Хайрудинов, который прислал мне целый скриншот из нашего комьюнити в Телеграме, который я сейчас вам зачитаю. Этот вопрос непосредственно в Телеграме озвучила Татьяна Михайлова. Так вот, ребята, Айрат, огромное спасибо за то, что ты прислал мне этот вопрос, а Татьяночка, вам также огромное спасибо за то, что вы даже задаете эту тему. Это очень важно. То, что эти вопросы озвучиваются, означает, что ведется борьба с этим страшным зверем-алкоголем, и я это приветствую обеими руками. Будем вместе трудиться и будем вместе бороться. А сейчас, ребята, давайте я зачитаю сам вопрос. Всем доброе утро, пишет Татьяна. Такой вопрос. Что думаете о использовании ПГ с целью детоксикации и восстановления работы ЖКТ после алкоголизма? Если человек прекращает прием спиртного, может ли ПГ помочь восстановиться? Или в таком случае оно вообще навредит? Понимаю, что ответы будут чисто теоретические, но все же интересно ваше мнение. Татьяночка, спасибо огромное за этот обалденный вопрос. Поехали разбираться. Друзья мои, по замечательной традиции, приглашаю вас, присоединяйтесь к моему ПГ-марафону. 22 июля стартует ближайший, поэтому не тратьте время и отправляйте заявку для участия. Раскликивайте описание этого видео. Что такое ПГ-марафон под моим видением, вы можете узнать, перейдя по ссылке здесь. А я полетел отвечать на замечательный вопрос Татьяны. Вперед! Татьяночка, мы раскладываем эту тему, как я уже говорил в начале этого видео, на две части. Первая это физиологическая. Сейчас я буду говорить именно о ней. Если получится, затрону немного и психологическую, но о ней мы будем еще говорить. И о ней также у меня есть видео, которое называется «Алкоголизм» или же «Как я бросил пить навсегда». Обязательно посмотрите ее здесь. Это часть мотивации и часть настроя. Вот это непосредственная часть работы и восстановления вашего тела, о которой сейчас мы будем говорить. Что происходит во время принятия алкоголя? Вы пьянеете. Состояние опьянения – это состояние интоксикации вашего тела, потому что алкоголь – это инородная субстанция. И мы по-хорошему просто травим свой организм, и это легкое состояние хмельного такого релакса – это всего лишь отрава. То есть с точки зрения полезности алкоголь можно отнести в один ряд с мышечком, например, только в разных кондициях и в разной силе его действия. Это все инородные, отравляющие, интоксицирующие ваш организм субстанции. Когда вы бросаете пить, что происходит? В первую очередь нам нужно обратить внимание на нашу печень, потому что печень – это первый орган, который принимает удар в фильтрации и очистке вашей крови от этой нечисти. Это первая ступень обороны, которая защищает наше тело от всей этой гадости, которая приходит вместе с алкоголем. Будь то пиво, будь то водка, будь то коньяк, будь то виски – это не имеет никакого значения. Алкоголь разлагается в печени в первую очередь, потому что от чистого спирта, если вы его вколите себе в вену, вы умрете. И это естественно, потому что наш организм не предназначен работать на спирте и не предназначен работать на алкоголе. Поэтому печень делает все, что она может, но остатки недофильтрованных алкогольных соединений, чистых, спиртовых, все же попадают в кровь, попадают в мозг и вызывают вот это состояние. Ой, класс, я так напился, класс, как прикольно. Что в этом прикольного, я не понимаю. Это просто состояние интоксикации, от которого люди ловят кайф. И я вас безумно приветствую в вашем начинании. Мы будем лечить вашу печень и восстанавливать ваш организм первым самым важным делом. Я не призываю использовать никакие лекарственные средства фармакологической группы. Вы прекрасно можете восстановить вашу печень, потому что этот орган, слава богу, подарил нам невероятную возможность регенерации. Миллионы лет эволюции человеческого тела подарили нам эту замечательную функцию. Печень регенерирует. О детоксикации печени у меня есть отдельный видео, лайв эфир, в котором я рассказывал, как делать детоксы. На зеленых смузи, как делать детоксы на зеленых соках. Я также это делаю всегда в моих ПГ-марафонах. Ребята проходят детоксы на соках, на смузи, на бульонах. Это вызывает и детокс желчного пузыря, и детокс чего же КТ, и детокс непосредственно вашего печеночного отдела. Это очень важно. Очень важно делать правильный детокс длиною в 2 дня. Вы используете за основу вашу зеленую массу зеленолиственных растений. Вы можете делать смузи, и затем заливать их водой, и взбивать в блендере. Вы можете делать чисто отжатый сок из непосредственно зеленолиственных. Их должно быть 90%, и всего 10% массы вашего смузи или сока должны приходиться на воду, либо на сок отжатый в шнековой соковыжималке из яблок и моркови. Я люблю отжатый сок из большого количества, абсолютно разнообразных источников зеленолиственных. Это может быть пекинская капуста, это может быть брокколи, это может быть шпинат, это может быть что угодно. У меня обычно 10, 12, 13, 15 ингредиентов, и яблоко, и морковь, которые я отжимаю в снековой соковыжималке, получаю чистый сок, а остальную массу, которую вы берете в зеленом виде, вы можете от нее отжать либо сок, либо же вы можете ее перебить в блендере, залить соком, и у вас получается смузи. Вот это потрясающий детокс вашей печени, который вы делаете в 12, в 16, в 20, по 300-400 миллилитров в течение 48 часов, и вас будет тошнить, да, но это лишь малая плата за те годы удовольствия от принятия алкоголя и очистки печени. Что происходит в момент детоксикации? Ваши зеленолиственные растения, которые мы используем в смузи либо в соках, при прохождении через печень берут на себя часть токсинов и выводят их вместе с мочой. Это очень важный очистительный процесс, поэтому так важно делать хотя бы 300 миллилитров за один подход в соках и делать хотя бы 3 раза в день такой детокс. Затем вы повторяете то же самое на второй день, и у вас получается 48 часов прекрасно. И самое важное, что вы должны включить из-за биологически активных добавок, это даже нельзя назвать добавкой, это просто растение, которое используется для очистки нашей печени уже тысячелетия человечества. И оно называется, ребята, на русском языке молочный чертополох. Также здесь он под названием расторопша пятнистая. Форма, в которой мы можем найти наш молочный чертополох, расторопшу, силимарин, это все одно и то же. Может быть в виде масла, в виде такого раствора. Это может быть в виде рассыпного, уже высушенного самого непосредственно растения. Можно заварить в виде чая. Также это могут быть капсулы, которые вы принимаете вовнутрь. Потрясающий эффект восстановления вашего организма. Печень просто невероятно восстанавливается. Ваша вся желчеточная система прекрасно восстанавливается. Ваш организм просто на глазах, ребята, будет восстанавливаться. Способствует регенерации печени. Нейтрализует вредные вещества вообще в принципе, которые в кровотоке также находятся. Антиоксидантом является потрясающим. Улучшает состояние кожи, естественно, потому что все, что внутри нечисть, то и снаружи. И я всегда говорю, что если у вас не чистая кожа, не нужно пытаться делать какие-то примочки, пытаться использовать какие-то крема. Нужно лечить печень в первую очередь. И вот это будет способствовать омоложению, оздоровлению состояния кожи. Ну и, конечно, атрофический гастрит здесь будет просто являться одним из главных заболеваний, которое будет лечиться при помощи расторопшей чертополоха. Называйте его, как хотите. Это потрясающее, потрясающее растение, которое я всех ребят, которые открываются для здорового образа жизни, прошу принимать. Даже если вы не пьете в принципе, его хотя бы раз в год нужно проводить, потому что это очищение организма в целом. И токсины, которые мы могли накапливать в течение года, особенно люди, которые живут в больших городах с какими-то, скорее всего, промышленными комплексами, это все накладывает свой груз. Ребята, и обязательно не забываем о воде. Вода должна быть обязательно. О воде вот здесь отдельно видео. У меня есть смотреть его, просто как пить дать. Это ваш ключ к здоровью, долголетию и к тому, чтобы просто не умереть. Это очень важно понимать, что вы очищаете ваш организм не только изнутри теми решениями, о которых я сейчас говорю. Это расторопша, это любые остальные моменты по очистке, детоксикации. Это могут быть психологические моменты, о которых мы будем говорить в других видео и уже говорили. Но и вода, 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 вода обязательно, ребята, вода должна быть. Конечно же, я не могу не упомянуть о том, что когда вы работаете над своим здоровьем, над своим долголетием, обязательно нужно следить за остальными моментами. Призываю вас не бежать сломя голову в зал, а хотя бы начать с базовой мощной активности в 10 тысяч шагов. Старайтесь сделать эти шаги каждый день. Что это вам даст? Это начнет ускорять ваш метаболизм. Это начнет ваш организм переводить из режима атрофии, из режима вот этого забитого алкоголем и сидения перед диваном, режима клавиатурного воина, в режим здорового человека, который будет долго и счастливо жить. Главное начать. Зал и прочие моменты с физической активностью. Все это придет, ко всему этому мы дойдем. 10 тысяч шагов ваша база. Я ради всего умоляю вас, пожалуйста, включайте ПГ, конечно. Это был изначально у вас вопрос, поможет ли ПГ. Нужно ПГ. Обязательно нужно. Это главная составляющая, при которой ваш организм омолаживается. Конечно же, ваши гормоны, которые просто расцветают. Ваш инсулин внизу. Ваш сахар внизу. Об этом я говорю практически в каждом видео. Что организм на фоне низкого сахара, низкого инсулина, высокого гормона роста, ваша активность в 10 тысяч шагов, 16 на 8, 20 на 4. Все это приводит к тому, что мы поднимаем наши гормоны с пола, даем организму восстановиться. Просто расцветает, омолаживает кожу, разглаживается. Вы становитесь активнейшим членом общества. И чувствуете себя на миллион, сто тысяч, пятьсот лет, евро вообще, как хотите, измеряете это состояние. Но это состояние просто сверхъестественного суперчеловека. Я призываю вас всячески практиковать ПГ. Вы уже находитесь в правильном месте, в правильном комьюнити. И я просто не знаю, каким богам молиться, чтобы вы продолжали это делать. Обязательно пишите вопросы. Ребята в комьюнити обязательно поделятся своим опытом. Там все просто красавцы и молодцы. Обязательно продолжайте двигаться. Практикуйте ПГ, продвигайте вашу тему. Старайтесь, может быть, начать бегать. Я об этом делал недавное видео. Нам нужно всегда прогрессировать в нагрузке. Нужно всегда стараться усиливать физическую активность. И ваше тело последует. Алкоголизм, алкоголь это процесс деструктивный. Это процесс разложения вашего тела. Это процесс, который, к сожалению, ведет в могилу. Я вас призываю созидать. Стройте свое тело. Создавайте эффект измененной окружающей среды. Бегом, залом, ПГ. Голодание 48, голодание 72. Очищайте. Будьте активны. Старайтесь. Ходите по ступенькам, в конце концов, с первого на девятый этаж. Это не имеет значения. Я всячески вас поддерживаю. Татьяночка, вы огромный молодец. Моя душа, мое настроение и мои все молниеносные мысли. Вместе с вами я поддерживаю вас. Мы будем работать и мы будем еще делать видео для ребят, которые задают вопросы. Как восстанавливать свой организм? Что делать при борьбе с алкоголизмом? При отказе от наркотиков? Как восстанавливаться и чем занять свою голову при борьбе и отказе от курения? Это все мною просто поддерживаемые темы. Да мозга костей, ребята, я искренне, всей душой с вами. Вы огромные молодцы. Продолжаем отвечать на вопросы, развивать тему здоровья и долголетия. И мы с вами двигаемся только вперед. Продолжение следует...